В канун Нового года в актовом зале городского отдела полиции прошло мероприятие, организованное по поручению министра внутренних дел Республики Дагестан и главы города Зайнудина Акмазова, куда были приглашены семьи погибших сотрудников при исполнении служебного долга. Первым со словами поздравления выступил первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов. Обращаясь к присутствующим, он пожелал мира и добра всем в наступающем новом году. От имени главы города и городского собрания хочу пожелать и первую очередь обращаясь к старшим детям и родителям, которые здесь присутствуют, основного материала, вам пожелать здоровья, успеху, домашнего уюта и всех благ. Также со словами поздравления выступил начальник отдела Арсен Гусейнов и председатель совета ветеранов органов внутренних дел Зайбудин Амаров, которые пожелали гостям никогда не знать трудностей и бед. Я хочу от души поздравить вас в следующем году, чтобы у вас не было никаких печалей, чтобы ваши дети, в любом случае я жду их, если я здесь останусь или другой здесь останется, мы их примем и на работу, и все возможности будем делать вашим детям. Пока живые будут помнить память о тех людей, которые отдали самое дорогоценное в своей жизни ради сегодняшнего дня, ради этого прекрасного дня. Они ведь, чтобы жить в наших сердцах, они совершили подвиги, шагнули без смерти за этот день. Перед началом вручения сладких подарков Дед Мороз и Снегурочка загадывали загадки и поздравляли детей с наступающим праздником. В ходе мероприятия в торжественной обстановке детям погибших сотрудников были вручены подарки. Ребята же, в свою очередь, рассказывали стихи. С Новым годом поздравляем вам желаю всем добра, чтобы жизнь не вашей пыли, много счастья, волшебства, чтобы дедушка Мороз вам подарочки принял, чтобы все ваши печали он мешки с собой унес. Руководство городского отдела полиции на постоянной основе ведет работу по поддержке семей стражей правопорядка, отдавших жизнь во имя правопорядка, отмечают организаторы. Вся необходимая помощь будет оказываться и в дальнейшем для того, чтобы семьи работников правоохранительных органов всегда чувствовали внимание и поддержку.